5-й гвардейский авиационный полк, о котором идет речь в фильме, он действительно был 5-й гвардейский авиационный полк, он как раз защищал Старобельск. Это узнал потом, когда ему уже написали в письме, что действительно так оно и было, там в другой эскадриле, в другом полку, ровно это и произошло, махнул, не глядя. Мы их победили, они просто силы духа, мы победили их мастерством пилотов, силы оружия и вот этим подвигом тыла. Всем добрый день, мы на Авроре, а это передача про космос, за космос и о космосе. Сегодня веду ее я, Александр Марусев, а у нас в гостях директор центрального музея корпорации МИК, искусствовед Галина Анатольевна Чермадова. И мы эту передачу записываем в канун Дня Победы. Естественно, мы будем говорить о победе, без которой не было бы ничего, и космоса в том числе, и без героического, так сказать, подвига людей, в том числе авиаторов наших бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков, разведчиков. И их погибло на фронтах несколько десятков тысяч... 37. 37, да. Вот. И, в общем, сегодня на примере фильма «Войдут одни старики», совершенно легендарного, так сказать, одного из самых настоящих фильмов о любви, о жизни, смерти, о родине. Да, вот мы попробуем об этом и поговорить. Галина Анатольевна. Добрый день. Я всех поздравляю с наступающим Днем Победы. Несмотря на то, что прошло 75 лет, тогда битва была за сохранение нашего ДНК, за сохранение просто нашего права говорить на родном языке и ходить по родной земле, поэтому это праздник каждого из нас, независимо от того, были ли у вас в семье погибшие, или судьба была милостливая и обошла эту семью в страну. По-моему, таких семей в Советском Союзе и в России просто не было. Так что это праздник каждого из нас и праздник жизни каждого из нас, наших детей, наших внуков, наших будущих правнуков. Также по традиции уже я поздравляю с Днем Рождения в этот день. Сегодня я поздравляю радио «Аврора» с Днем Радио, потому что вот это вещание в маленькой студии, оно потом разносится на многие-многие тысячи километров и долетает до самых дальних уголков. И поздравляю всех радиослушателей с 180-летием Петра Ильича Чайковского, самого русского, из русских композиторов, музыка которого является выражением русской души, которая всегда стремилась к полёту. Поэтому я считаю, что без музыки Чайковского, возможно, и не было бы наших достижений, потому что это всё всегда связано, и всегда мечта выражается и в музыкальных формулах. Поздравляю музей Петра Ильича Чайковского в Клину, с которым, я надеюсь, мы будем сотрудничать и, надеюсь, на реализацию проектов с этим большим, очень праздничным юбилеем. Почему была выбрана тема фильма «В бой тут одни старики?»? Потому что мы его видели много-много раз, мы его знаем наизусть. И любим. И любим, и любим. Вся страна влюблена в этом фильме. Это часть, в общем, нашей национальной культуры. И мне стало очень интересно в какой-то момент, были ли реальные прототипы, какая реальная история стоит за вот этим фильмом. Интерес был не то чтобы праздный, но я не ожидала того, что я узнаю. Оказывается, действительно, за каждым из персонажей стоит реальный герой. И вообще вся история, она абсолютно историческая. Это описываются события лета 43-го года. Это начало освобождения Украины от фашистских захватчиков. Первое, что освобождение началось с Луганской области и с города Старобильска. И вот все события происходят около города Старобильска. 5-й гвардейский авиационный полк, о котором идет речь в фильме, он действительно был 5-й гвардейский авиационный полк. Он как раз защищал Старобильск от немецких бомбардировок, от захода немецкой авиации на город. Потому что до освобождения Харькова Старобильск был негласной столицей освобождаемой Украины. И там было 37 госпиталей, не считая органов власти. Было огромное количество концентрации войск. Там постоянно подходили составы с вооружением, с новыми какими-то армейскими частями. И главное, вот эти 37 госпиталей, которые нужно было постоянно защищать. И 5-й гвардейский авиационный полк как раз стоял на страже неба города Старобильск. Противостоял этому 5-му гвардейскому, противостояло 5-му гвардейскому авиационному полку 52-я эскадра немецкая, в которой служили самые сильные асы, самые известные асы времен войны. И вот эта сцена с Бубновыми, единственное, что у них на самолетах карты были нарисованы, а дикие звери, это действительно все имело место быть. И чем больше я узнавала, тем этот фильм раскрывался только для меня больше и больше. Поэтому я не захотелась поделиться тем, что я узнала. Я понимаю, что это малая толика того, что можно рассказывать об этом фильме. В Луганской области как раз огромное количество памятников авиационных, именно связанных. Естественно, да. Там же в Луганской области стоит памятник Евгению Быковскому, герою Советскому Союзу. Он был прототипом героя Смуглянки. И его подвиг. Немцы заходили на бомбардировку Старобильска. Самолетов практически не было на взлетной полосе, но как-то вот какая-то пересменка у них была. Единственное, самолет его был дежурный. И он увидел эти 34 самолета. Там шли бомбардировщики под перекратием истребителей. Они шли группой. Он понимал, что вот если сейчас они пройдут, и они уже идут на этот узел Старобильска, то, конечно, это будут сокрушительные, конечно, последствия. И тогда он один поднялся в воздух и просто кинулся в гущу этих 34 самолетов, которые шли группы. Он кинулся на ведущего этой группы. Во время боя... Это были бомбардировщики, да? Там были бомбардировщики под перекрытием восьми истребителей. Это было, это серьезно было. Да, и он кинулся. Он сумел сбить два самолета. Причем ведущего он успел. Головную машину сбил. И он их отогнал. Немцы сделали круг и пошли как бы на второй заход. Вот в надежде, что он все-таки одумается один лопятый против 34 машин. А он не одумался. И он опять пошел просто в гущу, в центр. И сбил еще одну тогда машину. И озверев, они уже понимали, что они не успевают сделать еще один круг. Они рассып... Эта группа рассыпалась, им нужно было заново собраться. И заново заходить на бомбардировку. А они понимали, что у них уже нет времени, что сейчас уже подойдут самолеты в поддержке. И бой проигран. И тогда они им просто зажали со всех сторон. И расстреляли машину из всех своих орудий, пулеметов. И он продолжал стрелять. Вот машина падала. Лопятый он так неестественно накренился. Были свидетели, это все описано. Он как-то странно накренился. И начал падать. И он продолжал стрелять. То есть, по-моему, он уже мертвый пилот. Он продолжал сжать на гашетку. Машина упала с пилотом в селе Вуганской области, около Старабельска. Не смогли сразу найти. И тогда на полчане похоронили фотографию Евгения. Но со временем река обмелела. Он упал в заболоть эту часть у реки. Но потом река обмелела. И нашли машину в останке пилота. Пилота установили, что это Евгений Быковский. И подали ходатайство о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Но как-то эта бумажка затерялась. И только когда уже на Голубой огонек в преддверии 9 мая рассказали эту историю, то в 1965 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Установлен памятник. Да, там есть небольшой мемориальный такой музей в школе. Его память. Потому что история была невероятная. И вот его служилцы, которые наблюдали этот бой, это 34 машины. И это, понимаете, это можно рассказать. Вот представить, что человек поднимается в небо. Да, это было у села Плавинкина. А смыглянкой играл Сергей Подгорный. И в фильме это лейтенант Виктор Щедронов. Так вот, к разговору о прототипах героев и насколько это был точный и документально точно выверенный фильм. Да, каждый герой имел прототипов. Я отрассказала прототип смыглянки. Но Виктор Шевронов – это друг детства Быкова, Леонида Быкова. Они вместе поступали в лёдное училище. И внешне смыглянка похож как раз на его друга детства. И мама… Он погиб, но он погиб в кавалерии. И мама писала благодарственные письма Леониду Быкову, что он сохранил память о её сыне. Когда вообще, когда фильм вышел… Там очень трогательные слова в фильме. Когда погибает смыглянка. Да. Вообще, когда фильм вышел… И о матери. Да. Что я скажу, о матери, как быстро посидели наша матерь. Ну, вот Леонид Быков, чтобы оставить память о друге, кавалеристе его черты, чисто внешне. Он предал герою, вот, лётчику. Да. И когда вышел фильм, он тогда посмотрели 42 миллиона человек. Он фильм снят в 1973 году на киностудии «Довженко». Вышел в 1974-м. Режиссёр-постановщик Леонид Быков, оператор-постановщик Владимир Войтенко. Тогда фильм посмотрели 42 миллиона человек. И это один из самых массовых… По-моему, 44. Ну, где-то вот, да. По-моему, даже ближе к 45. Да. То есть, это оказался самый популярный фильм о Великой Отечественной войне. Ну, и с тех пор, ну, я говорю, что, ну, просто уже мы его знаем наизусть. Эти архетипы героев, конечно, уже они просто где-то вошли в наше сознание, как часть нашего культурного кода. Актёр, который играл в «Смуглянку», он рассказывал, что он готовился… Сергей Подкорный. Да, что он готовился играть другую роль. Вот, но Леонид Быков увидел и сказал, что ты будешь играть в «Смуглянку». Да, 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 да. Как Леонид Быков пришёл к этому фильму? Вы не поверите, действительно была вторая поющая эскадрилья в 5-м гвардейском авиационном полку. Это правда. Там, в Луганской области, когда они базировались. И кроме того, что они мастерски сбивали немецкие самолёты, они действительно занимались… Давали концерты. Да, занимались самодеятельностью, давали концерты. И в 44-м году маленький Леонид Быков был на таком концерте, это второй эскадрилья в Краматорске. Правда? Он это запомнил. А потом, естественно, у него… Так он же сам тоже… Они тоже давали, дети, ответные концерты. Да, да, да. Да, однажды тогда же они… Мальчишки же… Сейчас у мальчиков нет такого счастливого детства и такого рискованного. Да, в общем, они цеплялись за теплушки, катались в теплушках, и там как раз он видел сцену, как заехали, возвращались с фронта несколько бойцов, там был пилот, и вот они пели «Смуглянку». И он запомнил эту сцену, потому что он понял, что вот это правда о душе солдата, и вот этот фильм у него как-то отложился. Потом он поступал в летное училище, его не взяли, не взяли из-за его маленького роста. И возраста. Да, и возраста, да. Но мечта о небе, восхищение пилотами, вот в нём как-то так сохранялся, и однажды он попал… А он же из Донецкой области, и там огромное… Да, всё при нём происходило. Там аэродромы, тасав, так сказать, сплошняком, и он всё… Да, это всё происходило при нём. И вот уже став… И все мечтали летать. Актером, да. Все мальчишки мечтали летать. Он попал в музей вот этого 5-го гвардейского авиационного полка. Это 5-й краснознамённый гвардейский берлинский истребительный авиационный полк Ордена Богдана Хмельницкого. И вот он попал в музей и познакомился с историей полка. И история его, конечно, совершенно ужасно сцепила. Потому что в полку было 27 героев Советского Союза в период войны. Причём двое из них дважды. Если на начало Великой Отечественной войны полк – это 50-60 пилотов, то к 43-му году это уже порядка 30 пилотов. То есть мы с вами понимаем, что практически весь полк все были героями Советского Союза. Полк – герой Советского Союза. Конечно, это не могло его не зацепить. И ещё 93 пилота погибли. То есть вот три полка ушло в небо навсегда, а остальные стали героями Советского Союза. Вот такой был полк, в котором была вторая поющая эскадрилья. И, конечно, здесь он уже, Леонид Быков, не мог остановиться, пока он не написал сценарий. Сценарий назвали недостаточно патриотическим. Он начал в выступлениях своих зачитывать эпизоды и всё-таки сумел добиться, чтобы фильм запустился. На главную роль механика-маэстро он видел Андрея Смирнова. Андрей Смирнов до того момента играл эпизодические комедийные роли, которые мы всё очень любим и помним. Но никто за ним не предполагал… Драматические. Драматические глубины, да. Но Леонид Быков настоял, чтобы вот именно Макарыч играл именно Андрей Смирнов. Просто он узнал немножко больше об Андрею Смирнове, чем все остальные. Он узнал, что у него, что это командир огнемётчиков. Настоящий фронтовик. Не просто настоящий фронтовик, а герой. И у него кавалер медали за отвагу, за боевые заслуги, ордена Красного Знамени. И два ордена славы второй и третьей степени. Он был контужен уже под Берлином. Он дошёл до Берлина. И никого, кроме Макарыча, кроме Смирнова, он в роли Макарыча не видел. Первая сцена, которую они снимали, они… Вот когда начали съёмки уже в Луганской области, они там и снимали. Первая сцена – это сцена, когда маэстро с Макарычем приходят на могилу девушек. Это на самом деле заключительный фильм, когда идёт эта песня. Но… И вот они сняли этот кадр. И Андрей Смирнов стал плохо. Просто потому, что он ещё раз прожил то, что он проживал войну, то есть как он хранил своих товарищей, все свои потери. И это всё у него было на лице, когда он играл в этом. Это он не играл, он проживал ещё раз эту потерю. И его прямо со съёмочной игрой, со съёмочной площадки увезли в больницу. Когда он уже вышел, Леонид Быков ему предложил сыграть. Ну, как бы просто сделать ещё один дубль на всякий случай. И Андрей Смирнов сказал, что «Прости, я не могу, я просто умру. Ещё раз это я пережить не смогу». Так что, конечно, они вкладывали всю свою душу в этот фильм. Образ главного героя, маэстро, он вызывает особенно много дискуссий, кто же был прототипом. Потому что это, конечно, Иван Лавейкин, командир эскадрильи. И вот это вот 5-го гвардейского авиационного полка. Герои, конечно, герои Советского Союза. И дважды герой Советского Союза Виктор Попков. Виктор Попков как-то присвоил себе этот образ маэстро. У него даже на его надгробии стоит пилот, и написано «Будем жить». И все как же так, вот как же Лавейкин. Тем более, что фамилия Титаренко – это Титаренко ведомого Кожедуба. К тому, что, да, безусловно, Быков пытался собрать максимальной информации и придать абсолютно живые, черты живых людей своим героям. Но все-таки это был художественный образ, потому что он был собирательный. Леонид Быков, он понимал, что он создает на кинопленке, создает памятник ушедшим. Но черты героев были настоящие. Настоящие, да, конечно. Конечно, это были черты Лавейкина, которые однажды, где-то они были со всеми своими наполчанами, и там был фортепиано. Он сел за фортепиано, сыграл амурские волны, и все ему сказали, ну, ты даешь, ты маэстро. И у Виталия Попкова был позывной маэстро, и вторая поющая эскадрилья – это, конечно, эскадрилья Виталия Попкова. Здесь нельзя разделить, здесь просто надо почувствовать волю самого Леонида Быкова, почему он так трепетно относился к этому фильму, и мы все относимся, потому что он живой навечно оставил на пленке просто. И когда фильм вышел, пошло очень много писем с разных концов страны. Они писали, да-да-да, вот эта сцена была, вот ровно так это и было, вот ровно вот это, откуда он узнал? Вот все, то есть, очень многие события, они где-то еще повторялись, где-то как-то происходило с разными нюансами. Он собрал такие архетипы. Сцена «Махнул неглядя» вот. Да-да-да. Она тоже… Он и архетипичный, и там сколько-то скрещено настоящего человеческого юмора. Он об этом узнал потом, когда ему уже написали в письме. Это действительно так оно и было, там в другой эскадрилье, в другом полку, ровно это и произошло, «Махнул неглядя». Но если мы говорим о Виталии Попкове, а он был признан, он это дважды Герой Советского Союза, и он в десятке самых результативных, самых сильных асов вообще за всю историю авиации, то в его фильме играют два персонажа. Вот если между Кузнечиком, которого играет Леонид Быков, то есть между маэстро, который играет Леонид Быков, и Кузнечиком Сергея Иванов, ну так вот по фильму разница лет 15, то в реальной жизни между ними разница была в три месяца. Виталий Попков в 42-м году все-таки попал на фронт, и ему было 15 лет, и через три месяца стал командиром эскадрильи. Дело в том, что он в 40-м году он окончил у нас в Краснопрестинском районе, собственно, у нас на Хадынском поле, он окончил эту школу пилотов, то, что вы говорили, ДСАФ, и поэтому он умел летать, летать очень хорошо, потому что инструкторами этой школы были как раз летчики-испытатели наших заводов. То есть это лучшая была школа ДСАФ? Лучшая, абсолютно лучшая школа, потому что летчики-испытатели – это НИВВС, до своей гибели Валерий Палчиколов там обучал мальчиков летать, и, собственно, наших заводов в 39-е номер один. Поэтому, конечно, мальчиков учили в виртуозном пилотировании. Иначе бы он просто не дошел до Берлина. Если вы помните... То есть история этого фильма непосредственно связана с корпорацией МИГ, с вашим музеем, с людьми, которые... Конечно, да, и летчик-испытатель Паршин, дважды героя Советского Союза, который погиб на испытаниях ИЛ-28, они с Попковым шли рядом по Красной площади, конечно, когда был Парад Победы. Но я хотела сказать о том, что если бы тогда он не научился летать у наших пилотов, у наших асов, то в самом начальном периоде... Почему он в 1942-м оказался на фронте? Потому что его не отпустили 18 лет на фронт. Он единственный, кто умел летать. И он еще год учил других мальчиков, пилотов летать. Его не пускали на фронт, потому что ситуация была катастрофическая. К декабре 1941 года не осталось ни самолетов, ни пилотов. Пилот лет учить очень долго. Мальчиков тогда учили, стали учить по короткой программе. Три месяца взлет-посадка практически. То есть из них делали камикадзе. И вот его не пускали. Он был инструктором, вот свои 18 лет добился. В 19 лет попал на фронт, сцена с кузней. А в фильме там говорится взлет-посадка? Там, по-моему, сколько они? Часов 20? Илета? Да. Небольшое. Но это было неизбежно. Мы сейчас вернемся к этой теме. Так вот, сцена с кузнечиком – это все так и было. Как он кузнечиков ловит. И вот за это его вечным дежурным. Это была история, личная история Виталия Попкова, как он начал свою карьеру на фронте. Да. Потому что он, когда приехал, пришел уже по назначению Михаил Михайлович Громов, который был командером дивизии, спрашивал, у кого есть боевой опыт. И у него, когда он был инструктором, у него была одна часть налета, он там кого-то сопровождал. Он сказал, что вот у меня, у меня есть боевой опыт. И вот, значит, отправили… Тот самый Громов. Да, да, это наш Михаил Михайлович Громов, конечно, да, летчик-испытатель, не ВВС, конечно, да. И они как раз противостояли, как я сказала, 52-я эскадра немецкая, это Эрих Хартман, самый результативный пилот, 352 победы, и Гюнтер Рааль, 275 побед. Вот им они противостояли, вот эти мальчики, которых учили, взлёты и посадки. Да, у некоторых… Сильно, да. Да. Ну, это… Если мы войну начали на вооружении, у наших ВВС было где-то 26 тысяч самолётов, а к декабрю 41-го года было уничтожено, 21 тысяча была уничтожена, и огромные потери личного состава, был, конечно, огромный провал. Вот конец 41-го и начало 42-го года, почему вот Попкова не отпускали, и он должен был учить хотя бы вот 18 лет быть инструктором. Огромный был провал и в технике, и в подготовке личного состава. А потом вся ситуация выровнялась, и на самом деле потери немцев, они существенно больше, чем потери Советского Союза, вот потери советских пилотов. Немцы потеряли в общей сложности 57 тысяч пилотов, из них 52 на Восточном фронте, то есть они были сбиты нашими мальчиками. Вот так вот. Да. Нашими мальчиками. Неожиданные цифры для меня. Да, да, да. А вот в фильме, который я вам дала, там это прямо на заставке, а мы потеряли 37 тысяч пилотов. Есть разница. И уже летом 43-го года немцы признали нашу безоговорочную победу в небе. Начались регулярные бомбежки Берлина, и вот это вот превосходство немецких воздушных флотов, оно, конечно, было полностью ликвидировано. И вторая половина войны как раз у немцев начались вот эти проблемы с подготовкой пилотов, потому что асы, которые имели огромный боевой опыт еще с 39-го года, они, конечно, все уже были уничтожены нашими вот этими вот Виталием Попковым, Лавейкиным, Евгением Быковским. Да. То есть у немцев началась та же кадровая проблема, которая у нас была начальна в период Великой Отечественной войне. Мы тут не упомянули, что Ленин Быков дважды поступал в летное училище. Да, и он безнадежно. И, по-моему, он второй раз поступил. Ну, вот... Мы просто расформировали. Да-да. Он добился. Это, так сказать, такой нереализованный гештальт, любовь вообще, так сказать, к небу, любовь к авиации. Значит, неосуществленная, так сказать, мечта стать пилотом, которая осуществилась в фильме. Да. Маэстро, да. Он все-таки как-то себя персонифицировал с этим героем, абсолютно с ним слившись, конечно. Там все персонажи, они прототипом Ромео и Джульетты и Маши. Действительно, такой роман был. Единственное, что девочка все-таки была не пилотом. И мальчик погиб, а девочка, она была сан-инструктором, она все-таки дошла до Победы, легендарная сцена «Здравствуйте, мальчики», когда девочки приходят, снимают, и там, вот, кстати, у меня тоже есть. А что это? Я сейчас расскажу. Так вот, героиня командира женского, женской эскадрильи, это Надежда Попова, герой Советского Союза, командир женской эскадрильи ночных бомбардировщиков. Она дошла до Берлина, она потом вышла замуж за героя Советского Союза Семена Харламова. Он был консультантом фильма у Леонида Быкова и выявил черты своей супруги, любимые, вот как раз в образе вот этой Зои. А у меня это почетный знак «Трудовая доблесть России», есть такая общественная организация героев Советского Союза России, кавалеров-орденов, и они награждают, считая себя нравными, приравнивая к себе особенно каких-то понравившихся или каких-то значимых людей. Ну, мы очень рады, что такие люди приходят к нам. Да, и вот я очень горжусь этой наградой, потому что меня даму наградили за мою музейную деятельность, приравняв ее к подвигам героя Советского Союза. Это было очень трогательно и очень приятно. Поэтому я ее надеваю, да, здравствуйте, мальчики, я ее надеваю всегда на праздник, на День Победы, показать, что все-таки тоже какой-то вклад в сохранение нашего Отечества музейчик тоже может внести. Сохранение памяти? Конечно. Потому что… Потому что это наш культурный генокод, без которого мы перестанем быть русскими, мы перестанем быть собой, и тогда то, что не удалось 75 лет назад физическое уничтожение, не все равно произойдет, если мы уничтожим собственную культуру и собственную память. Что-то о фильме еще? Да, конечно, конечно. Вторая… Мы просто все время перетекаем немножко в сторону. Вторая поющая эскадрилья, почему она еще называлась поющей, потому что в нее приезжал Леонид Утесов, подарил два самолета. Там они назывались «Веселые ребята» и как-то еще. Вот, и они… То есть, у них еще были еще и два поющих Утесовских самолета. В довершение. Да, да. Образа, светлого образа, конечно, да. Игры на разных инструментах, выступления с концертами, в перерывах между боями. Всего 5-й ГИАП, 5-й гвардейский истребительный авиационный полк за время войны совершил 15 464 вылета. И было сбито 739 самолетов противника. Как я сказала, 93 летчика погибли. Гибли и 27 героев Советского Союза двое дважды. Если… Какие там еще были эпизоды? Да, тоже писалось. Писалось это письмо. Действительно писалось то, что… Письмо турецкому султану. Турецкому султану, да. И было сброшено. Да, который Кузнечик переводил, да. Действительно, была эта история с копнами, которые маэстро стреляет. Маскировочные. Да, замаскировочные. Это очень много Леонид Быков подчеркнул из сохранившейся истории полка в этом маленьком музее. А полк был расформирован в 90-м году. И, конечно, музей тоже, конечно, пропал. Но очень многое потом, как я сказала, приходило в письмах, дополнялось. То есть, вот он уловил этот нерв, уловил вот это вот чувство, как они жили на этой войне. То есть, музыка вечна. Да. Песня «Смуглянка». Я вот в том ролике наложила как раз «Смуглянку» на фотографии, просто чтобы закрыть эту дискуссию, кто же был прототипом и кто же там должен стоять и бить себя кулаком к грудью экрану, что вот я, 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 это там мой папа, дедушка, прадедушка. Там очень много лиц на этих фотографиях. Это фотографии геапов, ночных ведьм. Фантастически красивые, очень жизнерадостные лица. Они действительно были, как бы мы сейчас сказали, на драйве. То есть, это были абсолютно безбашенные люди, совершенно отважные, с удивительной харизмой. Это все будет видно на этих фотографиях, совершенно живые. И вот невозможно выделить этот фильм, этот памятник вот этим всем 37 тысячам погибших пилотов. Ну вот, Надежда Попова, Героя Советского Союза, это 46-й гвардейский женский бомбардировочный полк. Если вы помните, они летали на ПО-2, Поликарпов-2 после 1944 года. Да, это был У-2, самолет Поликарпов-2, учебный 26-го года, который был использован во время войны, использовался как ночной бомбардировщик. И совсем недавно, как раз в День памяти Валерия Павловича Калу, я познакомилась, несколько ночных ведьм до сих пор живы. И можно было бы, наверное, снять какой-то документальный фильм, чтобы сохранить эту память на пленке. Действительно, вот эти женщины летали на кукурузниках и бомбили. Пятым гвардейским. Полк стал после битвы за Москву. Он стал пятым гвардейским 6 декабря 1941 года. К октябрю 1941 года, вот, как говорил, у нас в начале войны было 26 тысяч самолетов, и к концу года уже 21 тысяча, 21 тысяча была уничтожена. Когда немцы уже подошли к Москве, целый флот Люфтваффе заходил на Москву. У них вот вторая половина октября, ноябрь, было 8 тысяч боевых вылетов. Фактически некому было противостоять, просто не было самолетов, как вы понимаете, не было пилотов, не было самолетов. И вот этому флоту Люфтваффе противостояли 12 полков, которые были сформированы, в том числе и из летчиков НИВВС. И они летали на опытных образцах, на Мигах-1 они летали. А немцы не планировали сохранить Москву. Они полагали, что на месте города будет водохранилище. Поэтому заходили на ковровую бомбардировку, эти 8 тысяч. А 12 полков, ну вот умножьте на 50 в среднем, сколько это? 600 человек. Они с собой закрыли небо Москвы, и ни разу этой ковровой бомбардировки не случилось. Так что вот после этого… Да, все рассказывают, ну вот я и у очевидцев о том, что они сбрасывали бомбы на подходах. На подходах им не давали подойти. То есть, до этого был 129-й истребительный авиационный полк, сформированный в 1940 году. И вот 6 декабря 1941-го за героизм, проявленный при обороне Москвы, он стал 5-м гвардейским истребительным авиационным полком. Я не помню, по-моему, я на прошлом выступлении это рассказывала. Немцы были настолько уверены уже о своей победе, что спланировали сюда маленьких деталей, и действительно на месте Москвы должно было быть бомбоубежище, водохранилище. И они уже даже спланировали памятник в центре этого водохранилища. Не рассказывала? Ну, этого не было. И уже подвезли даже к Москве гранит для этого памятника. И после войны этим гранитом облицевали Тверскую улицу. Если вы посмотрите, одинаковая облицовка где-то от Пушкинской до доходного. Вот и в районе Пушкинской дома облицованы. Это тот самый гранит, который немцы хотели поставить. Я знаю это очень давно, я знаю это с детства. Вот уже став историком, я это нашла в документах, подтверждение этому. Потому что моя бабушка, которая вдавила в 26 лет, у нее было два сына на руках, она была строителем. И, ну, это отдел капитального строительства КГБ СР. Вот они как раз занимались облицовкой на Тверскую улицу. И для нее это было просто, ну, как, вот и была ее победа. Вот, что все-таки она, да, выжила, она подняла сыновей, потому что дед у меня погиб под Сталинградом. Так что цена памятника такая. И сейчас мы еще готовили выставку и такую информационную по публикации по поводу как раз нашей корпорации, предприятий, корпораций в годы Великой Отечественной войны. И я для себя посчитала. Пришли же работать совсем дети для того, чтобы восполнить эти потери первого, начального периода Великой Отечественной войны. Требовалось очень много самолетов. И за время войны было выпущено 142 111 самолетов. Я посчитала, сколько это в день. Это 77 самолетов в день. Из них 40 делались на наших предприятиях, на заводе номер 30 и на Нижегородском официальном заводе. Работали мальчики и девочки, да. 14-17 лет. Ну да, без этих самолетов никаких бобновых не появились. Да, да. И вот этих сбитых 52 тысячи пилотов и 87 тысяч самолетов немцы потеряли. Тысяч. То есть мы их победили, они просто силы духа, мы победили их мастерством пилотов, силой оружия. И вот этим подвигом тыла, когда люди работали по 12-14 часов, без выходных, жилинка за армянным положением. Это был общий такой подвиг народа. Народ. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Как отвечала парню лад, партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны, в том покинули родной, ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый клён зелёный лист резной, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клён зелёный лист резной, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый резной. Товарищ гвардия майор, разрешите обратиться к товарищу капитану Обращайтесь Добрый вечер Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались Первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера Достали все необходимое Спасибо Пожалуйста Первая у нас молодцы Если Фокер или Мессер завалить, это вторая А если что-то достать, это первая Раскудрявый клен зеленый лист резной Там свой парень, мой хороший, мой родной Клен зеленый да клен кудрявый Раскудрявый лист резной